Всем привет! Сегодня у нас посылка из Америки. Точно я уже не помню, откуда она пришла. Сейчас будем разбираться. Тайна хоу... Без понятия, короче. Откуда она пришла из Америки? Штат я не могу вам сказать. С этой посылкой прям целая история была. Решил себе заказать второй, шестой айфон, но решил немножко сэкономить и купить немножко в поврежденном состоянии. Посылка раскрыта несколько раз. Почему? Потому что объяснил мне, позвонили с почты и говорят, мол, молодой человек, ваша посылка была досмотрена в Кишиневе, в центральном там каком-то почтовом отделении с пометкой, что типа телефон поврежденный. Сам продавец не указал в накладной о том, что отправляет телефон с повреждениями. Они думали, что телефон сломался где-то по пути, и там еще странная какая-то ситуация была, что вес посылки уменьшился на 16 граммов вроде как с момента, как ее отправили в Америку, с Америки в Кишинев. Ну и вот, короче, кипиш был по этому поводу. Я приехал на почту, мне говорят, все там такие сбудорожные, говорят, мол, молодой человек, вы должны были получить телефон? Я говорю, да, все верно. И говорят, а с ним должно быть все нормально? Я говорю, ну не совсем. Я говорю, там должен быть треснутый экран. Они говорят, ой, слава богу, потому что мы все сполошились, думали, что тут поломали его где-то по пути. Вы будете писать возврат и так далее. Но не хотели, короче, морочиться с бумажками. Получается, продавец указал стоимость 269 долларов 95 центов. Я не знаю, тут что-то еще 190 долларов за что-то, 5 долларов за что-то и 64 доллара 40 центов почтовая доставка. Но по факту телефон мне обошелся на ebay 269 долларов 95 центов и доставка 64 доллара 95 центов. По факту телефон шел 6 дней, из которых 3 дня ушел до Кишинева. А на почтовом отделении он еще, получается, потом меня ждал 2 дня, потому что я работал. Я не мог отлучиться с работы, чтобы заехать забрать его. В принципе, телефон. Ну, я бы не сказал, что он прямо в очень убитом состоянии, но достаточно поврежденный. Царапины есть, вмятины есть. Треснутый экран. Экран треснутый. Я же встал от него местную карточку, все работает замечательно. Нареканий никаких нет. Но, ситуация следующая. Получается, что если вы, как бы, сами не обладаете какими-то навыками ремонта телефонов, каких-то элементарных навыков, то я бы, конечно, не советовал вам заказывать телефоны такого рода. Почему? Потому что здесь придется менять по-любому экран и корпус. Я не собираюсь ходить с таким убитым корпусом и экраном. Я заказал уже экран. Экран мне обошелся достаточно хорошего качества. Обошелся мне в 27 долларов. А корпус я заказал с таким же имейем, только я заказал цвет не Space Gray, а заказал Black Onyx. То есть китайцы уже начали делать корпус под шестерку, но полностью визуально она будет выглядеть как семерка. Посмотрим, что из этого получится. Как придет, я надеюсь, что я установлю сам. У меня все получится. Потому что с пятерками был опыт. Я менял уже и корпуса, и экраны. Все получалось. Наверное, сниму вам видео по замене.